Доброе утро, дорогие друзья! Доброе утро! Мне невероятно приятно оказаться вновь в студии Радио Медиаметрикс после длительных летних каникул. Конечно же, мне бы тоже хотелось говорить о вопросах менеджмента, но я подумал, что лучше, если каждый из нас проведет это время с семьей, с любимыми людьми, посвятит детям, да и в конце концов, себе просто поразмыслить над тем, а что же делать дальше. Не случайно наш эфир называется «Управление эффективностью». Весь год прошлый, и я надеюсь, и следующий, мы будем изучать эти вопросы, потому что эффективность, наверное, это ключевой вообще момент российской экономики. Ничего другое не сможет нас подвигнуть к достижению новых результатов и новых границ, нежели как осознание того, что мы можем изменить и улучшить в тех существующих процессах, которые есть в наших компаниях, в первую очередь, конечно, в нашей голове. Именно поэтому сегодня утром у меня очень интересная гостья, Мария Корсакова, которая является преподавателем программы MBA, где, собственно говоря, и закладываются в основном такие новые парадигмы мышления у руководителей, у действующих руководителей. Ведь вы несёте в мир доброе и лучшее, и я с огромной удовольствием вас приветствую в программе «Бизнес-завтрак» на радио «Медиметрик». Доброе утро. Доброе утро. Я с удовольствием принесу ещё немного доброго и лучшего, и самого светлого с этой площадки. Приятно быть у вас. У меня тоже было хорошее лето, но я не оставляла мыслей, собственно говоря, не покладала рук, потому что если ты чем-то занимаешься глубоко и искренне, и для тебя это действительно важно и всё ещё интересно, то можно увидеть это в самых разных проявлениях. Интересно. Знаете, вчера был интересный флешмоб на Фейсбуке. Я не помню кто, но один из людей, находящихся в моей сети друзей, задал вопрос. Пожалуйста, опишите себя или свою жизненную миссию одним словом. И там многое написали, недавно буквально я работал со своим, собственно, коучем, со своим наставником, и мы пришли к тому, что я это учитель. И я написал учитель. Вот если бы я вас спросил, одним словом вашу жизненную миссию, это что было бы? Это было бы тремя словами с одним смыслом. В общем, инженер по знаниям, мне очень нравится эта формулировка, и в некоторых компаниях это абсолютно официальная должность. Инженер по знаниям – это такой микс учительской истории, которая появляется только после исследовательской истории. И технологичной, да, получается? Да. То есть инженер по знаниям – это человек, который разбирается со своими знаниями чужими, ужас которых заключается в том, что есть вещи, про которые мы знаем, что мы их знаем, есть вещи, про которые мы не знаем, что мы их знаем. Цикл неосознанного знания, да? Да, тацитные так называемые знания, и мы бы очень хотели ими поделиться, но мы, к сожалению, просто не можем их положить на бумагу, на продукты, и нужен специальный человек со специальными… Ну, это технология, в том числе задавание вопросов, выдвижение гипотез и тому подобное, чтобы его выцепить. Вот мне очень нравится, знаете, такая метафора. Вот если бы было можно подойти к человеку, вставить ему в голову… Чип. Флешечку. Флешечку. Помните, как в фильме «Матрица»? «Загрузи мне управление вертолётом». Всё аккуратно записал, передал и тому подобное. Метафора – это, как говорят специалисты, по будущему скоро станет неактуальной, потому что вместо интернета у нас появится нейронет, из мозга в мозг, и все эти разговоры про флешечку станут абсолютной реальностью. Но вот если определять то, чем я люблю заниматься и занимаюсь, было бы именно так. Мне больше всего нравится не придумать какие-то практики управления или рассказывать про них из книжек, или даже свои собственные. Гораздо интереснее увидеть, что человек что-то знает и может, и помочь ему это передать другим в лекарственной форме. Кому-то таблетка, кому-то свечечка, кому-то микстурку. То есть, такая провизор. Я вот сейчас пока задам себе следующий вопрос, буду думать немного о том, что над лекарственными препаратами сегодня, тем более у радиомедиаметрикс есть интересное медицинское направление. Вопрос. Вы мне сказали про флешечку, которой записываем, что у человека есть, а я вам скажу другое, я сейчас перейду немного к вопросу MBA. Когда я учился на Executive MBA в Московской бизнес-школе управления Сколково, у меня был один, есть, к счастью, это мой друг, Константин Машанский, который наоборот, после каждого нашего модуля, он говорит, я теперь себе вставляю флешечку с чипом, получу над преподавателем и иду в компанию. И он потом эту флешечку копировал и всем своим топ-менеджерам вставлял. Вопрос отторжения было у многих. Наверное, нужно было немного все-таки приземлять эту информацию. Дело не только в приземлении, а дело в том, что вот смотрите, какими на самом деле насильственными мы с вами оперируем глаголами, да, вставлять флешечку. Конечно, было бы здорово, если бы человек при этом сам уже осознавал, что у него там где-то не хватает чего-то. И, конечно, было бы здорово, если бы он этой флешечке хотел, или даже рассказывал бы о том, какая она должна быть. Конечно, всегда насильственное вторжение таких тонких вещей. Как знаете, слушайте, мне вчера задали ужасно интересный вопрос. Как заставить сотрудников компании быть послами бренда? Бренд-амбассадорами. Да. Как заставить быть лояльными? Как заставить любить компанию? Как заставить их ходить на работу? Это то же самое, из-за этого одного цифра. Заставить ходить на работу можно. Ну, это понятно, да. А вот перед этим я тоже сразу перевела, говорю, ну, слушайте, ну, как можно заставить одного человека любить другого? Да, то есть вопрос очень интересный. Страхом развода. Очень важный, ничего подобного. Но там просто нужно убрать вот это слово «заставить» и поставить какие-то более тонкие слова. Прекрасно. Мы по смыслу, я прямо чувствую, что мне хочется задать уже первый вопрос, но я всё-таки сдержу себя, наступлю на глотку. Скажите мне, пожалуйста, MBA, всё-таки зачем люди приходят в MBA? Как вы думаете? Самое главное. Мне кажется, что я знаю по опыту, что те из них, кто хорошо рефлексирует свою потребность, да, там же разная степень рефлексии, иногда, ну, просто классная модная штука, туда ходят другие, я пойду, это нормальный мотив, это хороший мотив, это означает, что у человека не подавлено, знаете, как щенков выбирают, да, там, связку с ключами кинули, кто подбежал обнюхать, да, у того рефлекс не подавлен. Вот человек пришёл обнюхать MBA, ну и хорошо, а если рефлексия, скажем так, зрелая, да, то он может понимать, что MBA даёт ему, ну, вот, стереокартинку всего происходящего, всех инструментов. У Земли, ближе, там, к космосу, будущая настоящая диагностика, и он может научиться самому важному, что имеет смысл, собственно говоря, в бизнес-образовании, это понимать применимость и ограниченность самых разных инструментов. То есть, не дай бог, не… Если человек приходит, чтобы мы ему пузырёк с таблетками отсыпали, да, опять мы возвращаемся к препаратам, то, конечно, ничего подобного не произойдёт. Если он приходит для того, чтобы научиться различать, это средство в моей ситуации подходит, это не совсем, а это средство подходит, но здесь зависит от дозы, да, или от специфики, то он… Ну, можно считать, что программа достигла результата. Уважаемые наши радио-телезрители, я всегда обращаюсь к вам, к собственникам. Вот смотрите, Марина нам дала сейчас уникальный рецепт. Я считаю, что это вообще может стать миссией руководителя любого уровня, ну, а собственника тем более. Определять, поправьте меня, применимость и практичность, да? Ограниченность. Ограниченность. Подходит, не подходит. Применимость и ограниченность использования. Я уверен, что заходя в книжный магазин, попадая в раздел «Бизнес-литература», у вас глаза разбегаются. Читать надо всё. Чем больше информации, тем лучше. Но самое главное, вы должны чувствовать применимость и ограниченность. Применимость к вашему конкретному бизнесу, стоимость. Мне очень понравилось, кстати, ваше… Вот я вам все рекомендую посмотреть видео, Марина, о инновациях в 21 веке в менеджменте, где элементарный расчёт стоимостью ведения таск-менеджера. Когда 800 тысяч рублей стоимость таск-менеджера, бессмысленно заниматься заведением информации в электронную систему. Смотрите, тут вот такие штуки, они на самом деле всегда начинаешь копаться, и там ещё 50 уровней сложности. Как крулич на рату. Да, да, да. Тут вот две вещи, если можно, хочу сказать. Вещь первая. Да, применимость и ограниченность, потому что очень много моих каких-то кейсов, которые я с клиентами или со слушателями разбираю, заключаются в том, что мы хотим внедрить такое-то средство, и что-то у нас не получается, или оно нам не помогает. Я говорю, погодите, давайте начнём с проблемы, которую вы решали. Этим средством, вообще какая задача стояла? Когда вы захотели это средство внедрить. И в подавляющем большинстве случаев выясняется, что там просто была нарушена связка средства под проблемой. Конкретную задачу. Да, технология под задачу. И вторая важная вещь, которую я хотела сказать. Экономический расчёт – это дело неплохое, но тут нужно очень хорошо понимать. Всегда об этом много говорю, и считаю, что это одна из величайших теорий, которую нам подарил конец XX века. Есть вот такая штука, как теория Е и теория О. Теория Е гласит, всё, что вы делаете, должно быть экономик. Экономически целесообразно. Теория О говорит, ребят, но есть ещё один очень важный фактор – это насколько вы прокачаете свою organization capability. То есть, в принципе, способность организации налаживать какие-то тонкие связи, научиться отбросить гипотезы, которые себя не оправдали, прокачать скил. И вот иногда бывает, что мы с вами в текущем локальном краткосрочном периоде очень много проигрываем по экономике, но приобретаем такое организационное качество, которое в следующем периоде нам вернётся сполна. Супер. Подводя итог, возвращаясь к главному месседжу, который сегодня мы хотим с Мариной, чтобы вы всё, что мы сегодня говорим, пропускали через свою призму применимости, практичности применимости, ограничений применимости у себя в компании, ещё добавили три элемента – это задачи, под которые решать нужно эту задачу, экономика и возможность организации – это справиться. Да. Если вы понимаете свои задачи, это уже у вас очень крутой уровень рефлексии. Круто. Потому что у большинства людей вот здесь вот мостик не сразу выстраивается и с проблемой перейти в задачи. Отлично. Теперь возвращаемся. Отлично. Мы прямо хорошо поставили вводную часть. Теперь наша цель и задача – показать и рассказать, что такое эффективность управления через инновации. И я раскрою ещё инновации. Это, наверное, как проведение организационных изменений, скорее всего, которые мы будем сегодня обсуждать. Всё-таки раскройте, вот как вы себе представляете. Значит, во-первых, всегда с людьми, которые произносят слово «инновации», говорят «хочу», «хочу», «хочу» инновацию, я всегда убеждаю, что они очень хорошо понимают разницу между инновацией и изобретением. Изобретение – это сделать что-то новенькое, прикольное, как мы не делали раньше, а инновация – это сделать так, чтобы от этого был какой-то смысл, и это вело к приращению какой-то ценности. Во-вторых, да, действительно, меня как эксперта, специалиста больше всего интересуют, конечно, организационные инновации, это нормально. Они делятся на продуктовые и организационные. И много лет уже теперь, работая с клиентами, я убеждаюсь, что бороться надо не за одну инновацию, или за пять. Бороться надо за компанию, которая способна их производить достаточно стабильно. То есть, за среду. За среду, совершенно верно. А это действительно среда, с определенными требованиями ко всем компонентам. Среду формируют люди и процессы. Ну, спирально. Люди формируют среду, которая формирует людей, отбирая правильных, подходящих, и посылая сигнал, что не надо тем, кому не надо. То есть, среда должна быть максимально информативной. Комфортной для тех, кто в ней, и дискомфортной выбрасывающей тех, кто не в ней. Слушайте, я пару месяцев назад была на какой-то конференции, где выступал, ну вот как часто бывает, выступал руководитель компании, он рассказывал про свою компанию. Я вышла в восхищении. Он рассказал про компанию так, что я очень четко поняла, что она мне не нравится. И в зале таких вот еще было. То есть, там какая-то часть, ну, процентов, может, 30 людей поняли, что это не наша компания, процентов 70 сказали, вау, как вам подать резюме. И на самом деле, это очень большая, очень сложная задача, которую, если научились делать менеджеры и собственники, это классно. Вот четкая такая коммуникация, чтобы вас свои узнавали. Нам очень сложно узнать своих. Свои бывают очень разные. Ну, это, по-моему, один из важнейших KPI и HR-директора, да? Ну, я думаю, что всех в какой-то степени, да. HR-директора, потому что он дизайнер системы. В ней участвуют все, но дизайнер он. Точно. Итак, тогда вопрос. Мы с вами говорили, коснувшись темы MBA, о неком внутреннем запросе. Вернее, даже по-другому, когда мы хотели насильственно вставить флешку. Да, мы не хотим. Мы хотим, чтобы это возникло. Так вот, любая компания, это же по большому счёту материализация идей, мечтаний одного или там группы людей, называемых собственниками. Что мы сегодня, какой мы импульс готовы им передать для того, чтобы они понимали, что время бездействия закончилось. Инновации и организационные изменения должны начаться. Иначе, что будет? Ну, что будет иначе, объяснит им рынок. Он обычно, вот за ним не заржавеет. Он обычно объясняет довольно быстро и доходчиво. Вы знаете, у меня здесь вот несколько вещей кажутся важными. Многие уже понимают, что изменяться надо. И, к сожалению, во многих проектах, я, поскольку человек очень мыслящий образами, поэтому у меня неплохо получаются метафоры, вот организационные изменения во многих компаниях мне напоминают на бешеной скорости вращающийся миксер. Миксер. В сантиметре. Миксер какой? Который вертикально тут закидываешь всё? Или просто... Миксер такой, но он сбивает в сантиметре от поверхности. Вот представляете себе миксер, мы там поднесли, но, собственно говоря, в тесто или во что-то его... И ещё есть какой-то слой там, да? Да, не погружается просто. Вот он взбивается, но при этом тесто спокойное, флегматичное, как лежало, у вас с ним ничего не происходит. Пока миксер взбивается, у вас есть вроде как иллюзия, что что-то происходит, что заканчивается после того, как вы выключили. Ничего не происходит. Как ничего не менялось, как миксер пришёл, так ничего не изменилось. И вот это самая большая проблема. То есть вот на словах, ну, я не думаю, там любого на улице выцепите, спросите его, меняться надо. Он вам скажет, да, 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 меняться надо. Но вот как простроить эту систему изменений так, чтобы что-то действительно менялось? Какой вопрос должен задать себе собственник для того, чтобы идентифицировать в себе потребность к началу изменений? Ну, потребность собственника к изменениям может плясать от кучи самых разных вещей. У него может быть какой-то рациональный мотив, это хочу больше денег, хочу больше власти, тогда нужно, тут надо смортировать, отвечать на вопрос там, сколько, когда и тому подобное. Может быть у него мотив такой, ну, что-то просто, какой-то я вот сегодня не такой, как вчера, это тоже неплохой мотив, но тут возникает очень интересный вопрос. Для организационных изменений любых в голове происходящих или в системе очень важна среда с правильными настройками интеграции и дифференциации. Не пугайтесь, сейчас расскажу. Идеальная интеграция – это когда у тебя все сущности, вне тебя или в твоей собственной голове, потому что мы знаем, там тоже бывает непросто, хотят примерно одного и того же и думают примерно одинаково. Можно я переведу на русский язык? Это значит, как я понимаю, люди в компании и собственник, по крайней мере, обозначил четко цели, куда движется компания. Директор провел ряд стратегических сессий, обозначил их топ-менеджером. Менеджеры вернулись на свои места, рассказали людям, и собственник, встречая в лифте… Да, и собственник, поймав в лифте любого сотрудника, спрашивает, в чем смысл нашей компании, он ему отвечает, и он довольный едет в свой офис. Да, то, что было на совещании. Это означает, что очень высокая интеграция. Что такое высокая… Тут, заметьте, интеграция – это одно и то же сообщение, прошло, не потерялось. Без искажения смысла. То есть, коммуникация… Смотрите, какая интересная штука. Но искажение может быть в этой негативной коннотации, как вы говорите, искажение, а ведь может быть, но и без приращения ценностей. Да, да, да. То есть, он сказал просто от барабаня, он не понимая. Ну, или и так, как он считает. Или если бы он сказал, я прекрасно понимаю, вот я, например, условно говоря, сотрудник склада, и от того, насколько эффективно и быстро я выполняю свою работу, зависит в целом работа склада, что приводит к работе… Это уже другой уровень понимания. Про другое немножко. Это да, но немножко к другому хочу привести свою мысль. Вот как я сказала с самого начала, значит, идеальная интеграция, когда все в одну сторону встали и пошли, а стопроцентная дифференциация – это когда все говорят, не, ребят, погодите, а есть вот это, а есть вот это, а я вообще вот такой, а я 27-й и тому подобное. То есть, получается, опять же, переводя на русский язык, это значит, каждый для себя в любой момент времени принимает то решение, которое ему кажется лучше. Он его видит по-разному, он его чувствует по-разному. Собственник говорит там одну какую-то штуку, а он со своей точки обзора же разный, всем видно по-разному. Вот на самом деле и стопроцентная интеграция, и стопроцентная дифференциация – это зло. То есть, мы должны их сращивать. Да, мы должны найти какой-то оптимальный уровень. В первом случае зло, потому что, извините, о каких инновациях может идти речь, если вы по одному какому-то шаблону все пошли. Во втором случае зло, потому что… Каждую свою сторону. Общность, да. А добро наступает только тогда, когда вы выстраиваете микс, в котором, с одной стороны, вам удается сформировать очень целенаправленную, очень такую упругую политическую волю, а с другой стороны, эта воля достаточно жизнеспособная, потому что там есть экспертные оценки персональщика, продуктовика, менеджера проекта, финансиста. А зачем вам тогда все эти люди, господи, если вы сами знаете, как лучше? Вот мне кажется, что организационные изменения в голове собственника и в компании начинаются здоровыми, когда он задумывается вот об этой интеграции, дифференциации и определяет ее уровень. Кого бы… Дайте пример, пожалуйста, какой-нибудь. Пример. Как это могло бы быть, и как я знаю, в некоторых компаниях бывает. Топ-менеджер, там, неважно, собственник или просто топ, ему приходит в голову идея, и он начинает с того, что, например, зовет к себе каких-то людей в своем близком окружении, достаточно лояльном, и проходит с ними такой вот, ну, немножко эвристический процесс. Они начинают обсуждать это как это. Как некий слайд-брейнсторм. Ну, примерно, да, там они начинают набрасывать гипотезы, они начинают проверять на разных экспертных позициях. Именно поэтому я постоянно говорю, и там буду стоять на этом до конца, что один из самых главных навыков современного менеджера на любой позиции – это мастерство фасилитатора. То есть, человека, который может организовать эффективное групповое обсуждение. И вычленить какие-то идеи. Да, вот забудьте обо всех этих вещах, что там нужно тренеров для этого приглашать и тому подобное. То есть, мы должны с вами, как бизнес-консультанты, в первую очередь, не себя в этом смысле предлагать, и тогда, в первую очередь, передавать эту технологию и учить людей, чтобы, уйдя из компании, они смогли дальше продолжить бизнес. То есть, сейчас в нас покидаются эти бизнес-тренеры все. Ну, топ-менеджер все-таки понимает, ну, он делает какие-то вещи сам, да, там, ну, не знаю, умывается сам, он там пишет еще что-то. Фасилитационный скилл – это такая вещь, она очень плохо отчуждаема. Он должен уметь это провести, разговаривать с людьми для того, чтобы понять их точку зрения. Иначе правда зачем? Сам пусть решает тогда все. Слушайте, идеальная такая картина предприятия будущего. Людей нет, остались роботы, остались автомобили. О, Сергей Митрофанов, сидя на вашем месте, в последний эфир уходящей весны рассказал нам страшные картины о пустующей Москва-сити, потому что нет людей, все делают роботы. Ну, а в каком-то смысле это и прекрасно. Знаете, я вот очень люблю говорить, что современный менеджмент, он такой парадоксальный, он, с одной стороны, предъявляет минимальные требования к людям, потому что всех людей, в которых смысл, что они пришли на работу и там сидят, можно заменить машинами, машины лучше, они не болеют, они не бастуют. Они могут и дома сидеть, зачем им ходить на работу? Да. А с другой стороны, к той части людей, которая все-таки остается, а вот с той части нам нужно учиться работать по-другому, потому что… Эх, люблю эти футуристические разговоры. Вопрос следующий. Движемся плавно к тому, чтобы раскрыть это понятие через систему управления. Давайте. Вот так или иначе в каждой компании сложилась какая-то система управления. И зачастую, кстати, топ-менеджер говорит, слушай, я вообще сторонник универсальной системы управления. То есть, у меня, я всегда знаю, какие будут методы работы, у меня решения всегда универсальные под любую ситуацию. Вот что мы можем им ответно ответить? Ну, мне бы очень хотелось представить себе, что это за бизнес. Не знаю, даже в Макдональдсе, мне кажется, все-таки набор универсальных решений. То есть, это либо какой-то совершенно фантастический бизнес без вариативов, в нем нет клиентов, да, в этом бизнесе, или это какой-то очень четко один, одного профиля клиент, ситуация кажется мне странной. И тут вопрос, либо она действительно такая, тогда что, пришел, у тебя все хорошо? Может, он и не приходил тогда, мы к нему тоже не пойдем, если все у него так прекрасно. Либо он не понимает масштаба бедствия, ну вот тогда имеет смысл, а чем? Не бывает так. Итак, система управления в рамках инноваций и проведения организационных изменений. Что коснется в первую очередь изменений в рамках самой? В целом, мы говорим о системе управления, давайте сразу дадим, наверное, понимание. Я, как скажу, вы меня дополнили. Система управления – это набор организационно-распарительной документации, в рамках которой люди ставят задачи, исполняют задачи. Это набор планов, продаж, бюджетов и все остальное. То есть, некая система, костяк, рамка которой происходит передача от субъекта управления, объекта управления. Я бы сказала, что это один из элементов. То есть, на всю систему управления, мне кажется, она немножко больше. Вообще говоря, по определению, система управления – это набор всех средств, методов и инструментов. То есть, пожалуйста, какие-то из них в документах, какие-то в чем-то. Голова – это тоже часть системы. Все, что помогает руководителю управлять, есть система управления. Все способы субъекта влиять на объекта, безусловно, система управления. Итак, что затронет в первую очередь, что будет меняться? И готовы ли к этому сегодняшнюю руководитель? Меняться будет скорость, меняться нужно все быстрее. Что такое скорость? Это значит, я должен быстрее давать распоряжения или быстрее должен их исполнять? Что такое скорость? Должен строить системы, которые будут более чувствительными и более гибкими. К изменениям. В том числе быстрее давать распоряжения и быстрее понимать, получается их выполнять или нет, и почему. И быстрее отбрасывать какие-то формы, которые не получаются. Слушайте, ну вот даже вот до таких банальных гигиенических вещей, да, и быстрее письма читать, и быстрее отвечать на них. И лучше уметь работать с прототипами. Одна из самых важных вещей. Что такое прототипы? Прототип – это довольно простая модель, как можно более дешевая в изготовлении, которая, тем не менее, позволяет как можно быстрее представить прообраз. Это минимальный жизненный продукт, да? В том числе, да, прообраз будущего решения и как можно быстрее совершить какие-то ошибки, пока они еще дешевы. В этом смысле прототипа. Ошибка не так дорога. Правильно, я понял, да. Но вернемся к системе управления. Мы говорим о том, что у нас изначально, на верхний уровень поднимемся, собственник принял решение меняться. И он говорит, допустим, что собственник не является генеральным директором. И тогда его задача передать этот импульс, чтобы те начали менять систему управления. И второй вариант, если собственник является генеральным директором, что вот какая будет здесь структура в том или в другом случае? Ну, я особо дифференциации не вижу. Об одной тогда говорим в целом, об изменении. Да, то есть, если он не сам генеральный директор, значит, его задача передать генеральному директору и его команде. А если сам, то команде. Если сам, то команде. Да, очень важно в этом случае очень четко договориться, знаете, о том, кто, о его собственной роли. Потому что иногда там путается роль, а ты кто? Ты заказчик изменений или ты соавтор изменений? И очень много проблем это потом создает. Потому что с заказчиком договариваются по одному, а с членом команды, скажем так, договариваются по другому. Ну, нужно понять, насколько он действительно сам будет структура. То есть, любой проект всегда, ведь, по сути дела, начинается с такой, знаете, скучной какой-то истории, одна, которая ни инновации, ни на что не повлияла, может быть, только требования. Описание задачи. Да, то есть, давайте договоримся, что мы делаем. Что мы делаем-то, собственно говоря. Можем ли мы в этом что-то выделить? Мне очень нравится, как делают многие современные компании, да, там, когда они выделяют условные measurables, то есть, штучки, которые можно померить. И условные deliverables, то есть, штуки, которые померить нельзя, но они для нас важны. Мне несколько дней назад одна компания рассказывала, советовалась как раз по такому вопросу. Говорит, слушайте, у нас есть тестовый проект, мы там запускаем определенный продукт. И нас очень огорчает, что команда проекта к нам приходит и говорит, мы будем, как мы будем понимать, что проект успешен? Мы будем понимать потом оборачиваемость, еще чего-то, еще чего-то, а нам очень грустно. Потому что мы хотели, чтобы они не это понимали. Проект будет успешен, если мы на нем отработаем очень много гипотез по масштабированию. Если мы на нем отработаем очень много версий, вот как построить инфраструктуру, и мы поймем для будущего. А вот это есть цель, то есть, не measurables. Вот это вот история многолетняя, когда нас учили смортировать, да, она немножко таким другим гиппоком появляется. Я вот попытаюсь еще. Достаточно часто сегодня, особенно в банковском рынке, происходит слияние поглощения. Например, было два банка, теперь хотят сделать один. Один был корпоративный, другой был розничный. Корпораты смотрят на розницу, что вы там умеете, розница смотрит на розницу, что вы там умеете. Задача объединить в одну систему управления. Как вы думаете, вот, например, в таких подобных кейсах, когда две компании с разными структурами, целями хотят стать одной, какова главная задача генерального директора с точки зрения проведения этих изменений в системе управления? Можно историю рассказать? Конечно, конечно, это лучше всего. У меня был слушатель MBA, с которым мы, вот у него был такой кейс, то есть он работает в двух финансовых, да, там, каких-то структурах, которые проходят слияние, и мы с ним в процессе анализа диагностики проблемы, это было неудачное слияние, и мы анализируя, приходим к совершенно фантастическому выводу. Вот, в принципе, любую организацию можно в любой момент времени описать свотом, ну, несложный инструмент, да, там, несложный и достаточно такой эффективный. И что хотят люди, когда они сливаются? Они, естественно, хотят, чтобы силы стало в два раза больше, возможностей стало в два раза больше, угрозы сократились, слабости уменьшились. Ну, естественно, иначе зачем мы сливаемся? И вот в процессе диагностики мы с ним понимаем, что сам проект слияния, это тоже проект изменений, правда, такой стратегический? Что сам проект был проведен так, что силы все схлопнулись, угрозы выросли. Схлопнулись, стало в два раза больше. Они ослабели прилично в этом процессе, ну, в общем, какое-то безобразие полное. Где была допущена ошибка? В проекте изменений. Что именно? Там был достаточно такой классический «бери и пиши книжку, как не надо делать». Там, значит, было все, начиная от того, что совершенно не было четкого информирования, к чему все это происходит, что привело к многочисленным очагам саботажа. Сопротивления, извинения. Сопротивления. А, знаете, тут вот тоже такая интересная вещь. Почему-то люди упорно, я не знаю, сколько еще там должно быть книжек, гуру и тому подобное, только недавно тоже обнаружила, что не получился у одного очень хорошего, очень сильного собственника проект изменений, просто потому, что он, ну, совсем он ни с кем ни о чем не разговаривал. А когда разговаривал, вот в духе вот этого нашего вставляния флешек. Да, да. И я, когда в самом начале увидела проект, я думала, ну, интересный стиль коммуникации, очень опасный, интересно, чем закончится через год, потому что личность очень сильная, харизматичная. Ну, а вдруг получится? Получится. Не получается. И, ну, большинство ошибок в проекте изменений, это ошибки, то есть ошибки планирования и ошибки отношений с людьми. Буквально пять основных, самых главных ваших рекомендаций тем, кто проходит подобные проекты слияния, что надо сделать правильно? Самые такие базовые. Самые базовые. Договориться о том, что должно получиться в итоге. И попробовать договориться не в каких-то очень примитивных поверхностных вещах, да, то есть мы должны там внедрить, например, интернет, а попробовать здесь добавить процессных характеристик, то есть это интернет, в который люди приходят, и в котором люди делают определенные вещи, потому что иначе вы там купите некую систему, да, вот вам и внедренный интернет. Ну, как-то не так весело, как вы предполагали в самом начале. Второе. Вам нужно учиться пиару, пропаганде и самым таким вот вещам, строить систему. Недавно как раз разговаривала с людьми, которые находятся в процессе похожего проекта, говорили с ними о том, что вот есть такой инструмент, как просто план коммуникации. Ну, возьми, напиши. Во время проекта я буду кому, когда, как часто, о чем, с какой целью, что сообщать и на какое изменение их поведения после этого сообщения я рассчитываю. Они говорят, о, это так скучно, писать вот такой вот план. Нет, зачем это надо, мы не понимаем. Я говорю, так, вот вы ко мне с этими, зачем это надо, придете, когда у вас будет успешный проект. То есть пока проект не успешен, попробуйте хотя бы спроектировать такие вещи. План коммуникации было второе. Третье, очень важная вещь, о которой не устаю говорить. Ни один человек не может делать вещи, которые у него не получаются довольно долго, не получая от мира немножко мотивационных конфет. Это знает любой хороший тренер или преподаватель, что все задания для человека нужно проектировать так, чтобы ему все-таки прилетало немножко вознаграждение. Не надо никому, ни собственникам, самим себя, ни уж точно свою команду менеджеров видеть вот такими сверхлюдьми, что, знаете, ничего не происходит, а он копает. Ну, сколько это может продолжаться? Все-таки надо думать, как произойдет. То есть хороший проект изменений – это скорее портфель множества взаимосвязанных проектиков, каждый из которых заканчивается каким-то результатом. И нам от этого хорошо, потому что без этого топлива, чувства, что у нас получается, мы долго не протянем. А проект организационных изменений – это проект долгий. И еще какие-то рекомендации или достаточно этих? Давайте остановимся на этих трех, не хочу замыливать, потому что эти три очень большие и важные. Те, кому нужно больше, могут приходить к нам на программу. Расскажите о вашей программе новой про изменения, прежде чем мы перейдем к новому вопросу. У нас в Мирбисе есть программа управления изменениями, мы ее открыли недавно. Это такой вот бустер, то есть очень быстрая прокачка, там три уикенда. Это они там по трем месяцам разбросаны, три уикенда, потому что это для региональных наших гостей очень хорошая такая форма. Пятница, суббота, воскресенье они приезжают и занимаются всем кругом вопросов, связанных с управлением изменениями. У нас там какое-то количество преподавателей, у нас там гестспикеры интересные разные, кейсовая работа и тому подобное. Это повышение квалификации. Любой HR, любой директор по развитию, любой топ или собственник может прийти и выйти человеком, который понимает, что менять, зачем менять, когда менять, на какие камни он на пути напорится и как, собственно говоря, перед этим обмотаться. Услышав, в приглашении, такую любимую позицию, как HR, не могу не задать вопрос, а какова роль HR в процессе вот этих изменений? В новом мире, да? В новом мире. Значит, большинство успешных компаний, которые я знаю, они очень чётко теперь говорят, ребята, вот есть кадровик, это хороший администратор. Это хэдкаунт, это трудовой законодательство. Ну да, и вся система, начисления и тому подобное очень важное. Это, по сути, оперейшн такой бухгалтерско-финансовый, правовой. Мы его убираем вообще в сторону, мы к нему не касаемся. Прекрасный человек, совершенно незаменимый, очень важный, интересный, но это не то, что мы ждём от человека. Мы говорим об HR, о функциях менеджмента в области управления человеческими ресурсами. Есть другая интересная точка зрения. Некоторые говорят, HR – это тот, кто отвечает за начинку всех людей в компании. То есть, вот если в компании какой-то человек что-то делает не очень хорошо… Я считаю, что это роль генерального директора. Безусловно. К чему веду? Современный HR – это скорее, знаете, слушайте, ну это вот такой же немножко инженер по знаниям про управление людьми. Супер. Который привносит свои, но его задача сделать вот точечное… Собрать со всех топов. И собрать, и распространить. То есть, HR менеджер, HR директор, ну это тот же самый дизайнер. Это владелец технологий. Да. И дистрибутор технологий. Дистрибутор технологий. И директор по качеству технологий. Это, по сути, такая софтверная компания, если в нашем смысле, да? И он устанавливает всем Windows на свой компьютер. То есть, HR директор первый уровень, он сам фасилитатор, второй уровень гораздо более правильный и важный. Он обучает фасилитации, менеджменту и все остальное. Супер, отлично. Я очень согласна с людьми, которые говорят, что ну вообще, то есть, должен все передать и там когда-нибудь… Отвалить. Отвалить, нет, отвалить, конечно, не должен, потому что эта функция, как и любые функции, будет постоянно пересматриваться. А как вы относитесь к проектному? Вот, например, я сейчас объясню. Качественный HR, ну давайте так, примерно стоит 250 плюс для Москвы, да? Не все компании могут себе позволить. И с учетом роботизации и все остальное, этот HR принимает решение стать фрилансером. И работает по одному дню, условно говоря, в каждой компании. В этом есть какой-то смысл, на ваш взгляд? Вполне жизнеспособная модель, на мой взгляд. То есть, это очень зависит от отношений, от политика, от практик, но модель абсолютно жизнеспособная, потому что… Достаточно ли присутствия HR качественного, один день компании, чтобы он поставил необходимые задачи, поговорил с директором, разобрался и исчез на неделю, чтобы люди просто выполняли… Это, по сути, как коуч. Может ли быть HR приходящий? Мне очень сложно ответить конкретно про один день, про сферическое оконятмагуме, но условно-безусловно. То есть, могут они… Это проект по сопровождению, конечно, если они очень точно договариваются о том, что это, о том, какие там контрольные точки, о способах измерения прогресса, но это всегда надо договариваться. Мне вообще ужасно нравятся современные дистанционные формы работы и современная вот эта вот сложная фрилансинговая консультационная сеть, потому что, знаете, когда все люди сидят в одной комнате, и вроде как они сидят с 9 до 6, это может немножко нам заморочить голову. Что это эффективнее. Есть же известная такая вещь, что одна из самых эффективных категорий сотрудников – это, например, молодые мамы, которые работают дистанционно, потому что у них очень четкая цель, им надо все поуспевать, работу не потерять и быть на работе эффективными и тому подобное. Но она за 4 часа, которые она может… Делает столько. Да, то есть это другой уровень концентрации, другой уровень организации. Господи, ну мы же этого и хотим. Зачем нам, собственно говоря, вот люди, которые сидят. А еще такой вопрос. Многие собственники ставят перед HR-ами задачу внедрения предпринимательского подхода в компании. Как вы к этому относитесь? Точно так же, как и к любым другим вещам. Эта задача не HR в одно лицо. То есть HR совершенно полноправный участник этого процесса. Его зона ответственности, наверное, дизайн системы корпоративной культуры, которая бы вот эту ценность подавала. И его зона ответственности – это дизайн профилей, ну компетенции, условно говоря. Но мне не нравится это слово. Марина, вот буквально еще завершая процесс, недавно разговаривал с одним интересным собственником, у него вообще есть идея. Вот он говорит, у меня производство. И я вообще хочу сделать так, чтобы у меня это было не мое, а это был некий холдинг предпринимателей. Предприниматель – начальник сбыта, предприниматель – отдел производства, предприниматель – маркетолог, предприниматель – HR. И вот они должны хозяйствовать в своем субъекте, как, собственно, предприниматели. Вот как вы вообще считаете, это вообще какая-то фантасмагорья, что собрались люди, которые как бы внутри одной компании, под вывеской одной команды, являются предпринимателями. Каждая работает в своих собственных интересах, но они полностью зациклены на некие общие цели. Я, вы знаете, немножко даже не понимаю, почему этому придают такой вот какой-то элемент новизны. То есть это ничто не новое, да, по-моему? Даже если вы не говорите об этом этими словами, если у вас работает просто директор, и вы никогда про это не говорили, но если у него нет предпринимательского взгляда на зону своей ответственности, а что такое предпринимательский взгляд? Это ответственность, полномочия, желание развиваться. Это некая, это постоянно в фокусе у него есть мысль, как бы мне уменьшить стоимость моей системы, и как бы мне увеличить ценности, которые она создает. Слушайте, если не важно, говорите вы о предпринимательстве, не говорите, если у вас вот такой вот директор любого узла, то это… Это и есть то же самое, да? Ну, конечно, то есть это странно, если он этого не делает. Спасибо, очень интересный взгляд. Он, по сути, наверное, открывает то, что лежит на поверхности. В завершении вот такого некого экскурса про, вот если взять мы компанию в целом за такое как бы нечто общее, вернусь к самому началу, но через несколько другой заход. Через личностный рост, через самоосознание, через развитие как собственника, так и топ-менеджеров, ну а само собой и каждого отдельного сотрудника. Какова роль этого элемента в изменениях? Роль его личностного самосознания и роста огромная. И вы знаете, там очень много сложных кульбитов. Кто должен помочь, провести, создать, сопровождать? Давайте вот сначала отсечением здесь пойду. Не так давно была очень забавная история со мной случилась. Ко мне пришел в гости коллега, да, там по некоторым рабочим вещам, молодой человек, который тоже работает тренером. И я там что-то каким-то электрическим прибором пользовалась. Он мне говорит, слушай, а почему ты вот в ту розетку ходишь, тебе же неудобно, вот у тебя здесь есть более удобная розетка. И вдруг он понимает, что он сказал, он говорит, прости, а ничего, что я консультирую без запроса? То есть в мелкой бытовой ситуации. Но мы, конечно, посмеялись над этим, но это очень глубокая, очень важная такая мысль. Человек и все, что происходит у него в голове, это настолько тонкие материи, куда нужно лезть только если он вас попросил. И попросил три раза. И показал не только словами, а действиями, что он действительно этого хочет. И я видела, к сожалению, много безуспешных проектов, когда и к психотерапевту, и к тренеру, и к кому-то приходит человек с такой вот внешней зоной принятия решения. Он выходит и говорит, он меня не поменял. Вот он меня не самое. Тут нет ни у одного тренера никогда, ни у одного консультанта. Вот от этой до замочной скважины нет ключика. И здесь придется самому. Спасибо большое. В оставшиеся две минуты, Марина, расскажите, в чем лично ваш секрет эффективности? Как вы постоянно находясь в тренде, меняетесь? Что вас заставляет быть такой вот на самом пике? Я с какого-то момента довольно хорошо, как мне кажется, понимаю и принимаю свою природу. Я человек, которого убивает излишняя заорганизованность сама собственная. У меня очень четко выстроены режимы большей организованности. Когда я сижу, и как все нормальные люди, у меня там в трелло список задач по доскам, по карточкам. У меня метод помидорки. Я там сижу, концентрируюсь по помидоркам. Но я абсолютно точно знаю, что что-то очень важное происходит со мной. И во время… Я очень люблю искусство, очень много хожу на лекции в музеи с этим связанные. И если вы думаете, что я там не думаю о менеджменте, и о людях, и о подобных вещах, то это не так. Одно предложение о менеджменте, которое должно заставить руководителей и собственников задуматься о том, что они сегодня делают. Если помнить очень простую формулу, что управление должно быть направлено на минимизацию стоимости и максимизацию ценности, формулу примитивную, старую и великолепную, это может избавить от многих пустых проблем. Большое спасибо. До встречи в следующую среду. Снова изучаем вопросы управления и эффективности в нашей стране. Пока.